Всем привет, меня зовут Маша и, в общем, покупки. Это будет прямо-таки многосерийный фильм, потому что за ноябрь-декабрь, начало января у меня появилось очень много новых книг, и меня это радует всё-таки, вот, потому что по большей части это всё, чего я хотела, на что я заглядывалась, и, в общем, она у меня появлялась. В этом видео я покажу вам по большей части всякие интересные нонфикшн, книги по искусству и немножко художественной литературы, и у нас будет розыгрыш одной из книг, он будет частично здесь, он будет частично в Инстаграме, так что об этом я расскажу в конце. Вот, поехали, начну я с книг от Маны, Ванов и Фербер, и они просто потрясные на самом деле. У меня есть ещё одна книга, которая мне пришла вместе с этими, но я уже рассказывала про неё, это «Как снять кино за 39 шагов», я говорила про неё в одном из предыдущих видео, потому что она очень маленькая, я прочитала её буквально за тот же вечер, когда книжки ко мне приехали, вот, сейчас я расскажу вам про всё остальное. Начну я с книги, которая была настроена несколько скептически, потому что это ещё одна вариация, известная во всем хюгге, к которому я не очень клёво отношусь, потому что у меня вот это вот постоянное мелькание этого слова и этого стиля, этого явления в моём инфопространстве, оно меня начало в один момент раздражать, потому что с ним начали связывать какие-то странные и не до конца понятные для меня вещи. У меня складывалось впечатление, что люди пытаются подвести под это какие-то совершенно нереалистические стандарты, какие-то совершенно несовместимые с реалиями, в которых мы живём, штуки, вот, так что я так начала смотреть свой подозреватор на это всё дело. Тем не менее, я попросила эту книгу, потому что мне было интересно посмотреть, как она in real life. Это «Коротаем зиму» Эммы Митчелл, и я сразу скажу, что эта книга мне очень понравилась. Это такой небольшой альбом, который в большей степени для атмосферы, чем для того, чтобы вы его читали. В нём мало текста, в нём очень много картинок, в нём очень красиво оформленные фотографии, всё что угодно. В нём есть рецепты выпечки, в нём есть рецепты каких-то других штук, в нём есть много мастер-классов, и это всё очень клёво оформлено, то есть книга не бесполезная, книга, в которой действительно есть идеи, чем заняться зимой, но намного больше мне понравилось из того, что я уже прочитала, и я надеюсь, что в прочитанном я вам про неё расскажу, намного больше мне понравилось то мироощущение, миропонимание, которое автор пытается передать. Это навык зимовать. У меня особенное отношение к зиме, я очень люблю это время года, и я воспринимаю зиму как такую передышку и возможность заснуть, впасть в что-то вроде такого восстанавливающего тебя состояния, так что с моими ощущениями от зимы эта книга совпала просто от и до, и по своему содержанию, и по своему оформлению, потому что она не яркая, в ней всё такое сдержанное, всё такое мрачноватое даже. В общем, как-то она совсем в моей эстетике, так что это было здорово. Следующая книга, это тоже по большей части вдохновлятор, это альбом Эмили Хендерсон, который называется «Стиль». Очень классная вещь, но я не могу сказать, что она показалась мне безумно полезной, потому что я её тоже пролистала в тот же день, когда ко мне приехала посылка, вот, но она очень клёвая. Почему? Я попросила её мне прислать, точнее, наверное, сначала стоит сказать, что это такое. Это тоже вдохновлятор от известного дизайнера интерьеров, в котором есть много красивых фотографий, много интересных цветовых решений, много мелких советов по декорированию вашего жилища. Она действительно очень вдохновляющая, в ней действительно есть какие-то дельные советы и по тому, как расположить какие-то зоны в помещении, и по тому, как лучше расставить цветные акценты, и, в общем, по этому всему, по стилям в том числе. Дело в том, что в месте, где я живу, ещё не закончен ремонт, и вы, может быть, замечали, там, на фоне чего я снимаю периодически, вот, именно поэтому у меня всё ещё стоят икеевские стеллажи, у меня очень большое пространство, и мне нужны какие-то идеи для того, чтобы придумать, в конце концов, чего я вообще хочу от этого места. Поэтому у меня теперь появилась эта книга, я думаю, что я буду показывать её своей маме и говорить, что вот примерно это я хочу в спальне или примерно это я хочу в коридоре. Единственное, что меня немного напрягло, это всё-таки книга, которая была написана не в России, и, естественно, её будет сложновато подгонять под какие-то российские реалии, но, на мой взгляд, она очень хороша, если вы хотите вдохновиться на какие-то интерьерные решения или просто плестать красивые фотографии со всякими классными домами и комнатами и всем остальным. Очень большая книга, которая называется «Ботаника для художника», и она очень крутая. Это не как портреты цветов, которые я уже показывала в одном из старых видео, которые тоже выходили у мифа, это именно что «Ботаника». То есть это как анатомия, только ботаника. Я, честно говоря, боюсь, что мне будет сложновато показать, как это выглядит, но я попробую. Она очень большая, у неё очень красивые развороты, в ней очень много схем, рисунков, в ней есть мастер-классы, в ней есть репродукции известных картин, изображающих растения, и разбор этих картин по деталям, в ней есть история открытия каких-то растений, в ней есть описание разных видов растений и их особенностей, и это всё очень круто, это огромное количество информации, это огромное количество изображений чёрно-белых, цветных, и эту книгу можно просто листать, по-моему, бесконечно. Она безумно крутая, она однозначно стоит своих денег. Моя проблема заключается в том, что у меня всё очень плохо с рисованием, но я всё время пытаюсь научиться рисовать, и ботаническая иллюстрация — это одна из тех, как и акварель, это вещи, которые меня просто тянут к себе постоянно, так что это такая вот вещь — погреть себе душу. И две последние штуки, сначала я опять покажу то, что связано с искусством, потом я покажу то, что тоже связано с искусством, но с другим. Прописи, основы каллиграфии и леттеринга. Несмотря на то, что я опять была настроена немножко скептично, потому что, ну, прописи и прописи, это был момент, когда меня заняли часа на три. И моя кривая рука дошла до того, что я просто пошла и купила себе что-то вроде вот этого, потому что брашпена, которого они советуют в этих прописях в магазине, не было. Я купила себе аквамаркер и сидела просто, залипала в эти прописи, рисовала, после этого повторяла всё то же самое в скетчбуках. Это было очень круто. Что это, по сути, ну, кроме того, что я тут о своих впечатлениях рассказываю? Это такая весьма базовая штука про основы каллиграфии, где вы учитесь основным штрихам, где вы изучаете основные какие-то шрифты, учитесь это всё дело повторять, учитесь композиции, учитесь тому, как рисовать разные линии. Здесь очень много упражнений. Сейчас я попытаюсь найти. Ну вот, с одной стороны у вас пример надписи, с другой стороны у вас разлиновка, и вы можете эту надпись повторять. К сожалению, здесь по тренировке выделены всё-таки там одна-две страницы максимум, но, на мой взгляд, всё это можно повторять и в другой отдельной тетради с плотной бумагой, которая подходит для каллиграфии. И в целом, на мой такой нубский взгляд, это очень здорово, потому что оно от самого-самого-самого начала ведёт к более сложным штукам, объясняет основной материал, и ты действительно сидишь и залипаешь в это всё. Это очень круто успокаивает, и я не люблю, например, те же взрослые раскраски антистресс, потому что меня бесит раскрашивать кучу этих мелких деталей, хотя паттерн может даже казаться мне красивым. А вот с этой вещью я просто залипла, сидела и тащилась от того просто как, что ты чувствуешь, когда ты вырисовываешь буквы, когда ты ведёшь маркер, как он меняется, как меняется штрих в зависимости от наклона твоей руки. Это было очень круто. Вот, так что я безумно счастлива, и мне понравилось, и это вещь, которую я просто от души рекомендую, если вы хотите себя занять чем-то полезным, интересным, чем-то, что вы можете делать руками. И последняя вещь, которую я вам покажу от мифа, которая у меня появилась, это «Спасите котика Снайдера». Это ещё одна книга по сценарному мастерству, и, насколько я знаю, она выходила давно, просто сейчас её переиздали, вот она у меня появилась. В отзывах на эту книгу я читала, что она действительно даёт полезные советы по сценарке, по большей части применительно к каким-то коммерческим жанрам. Но по тому, что я начала читать, я могу сразу сказать, что мне не очень нравится тон автора, мне не очень нравится его позиционирование, он для меня несколько слишком... Йоу, я приведу вас к успеху. В отличие от тех авторов, которых я читала до этого, и у которых какой-то такой вот уклон в академизм и всё остальное. Тем не менее, до сути я ещё не дошла, потому что у меня сейчас ещё две книги по сценарке, которые я дочетываю, но я буду надеяться, что полезные, я отсюда всё-таки извлеку и вам про это расскажу. Честно говоря, я не ожидала, что она будет такой большой, я думала, что у неё будет относительно стандартный размер, но, как видите, она такая, здоровенная. Идём дальше со всяким нонфикшеном, и стопка за моей спиной опять куда-то сдвинулась. Аутентичность Стивена Джозефа, книжка, которую я схватила в магазине, потому что мне понравилась её структура, и мне понравилось её содержание, того, что я успела пролистать. Это книга, которая, как я понимаю, связана с когнитивной психологией и психотерапией, и рассказывает про то, как обрести баланс, веру в себя и всё остальное. Как вы знаете, я периодически читаю такие книги, они очень помогают мне отбалансировать своё сознание, потому что я всё ещё выпадаю во всякие не очень хорошие состояния, которые мне совершенно не нравятся. Я стояла в магазине, листала эту книгу, и как бы по её содержанию, по тем мыслям, которые я успела из неё вычитать, по заголовкам, по структуре, мне она понравилась. Здесь, как я понимаю, упор сделан именно на то, чтобы уметь слушать себя, понимать свои ценности и идти к своим ценностям. Это то, что мне очень понравилось в книге «Эмоциональная гибкость», которую я читала летом, так что я буду надеяться, что прочитаю её я быстро и вам о ней расскажу. Это подарок на Новый год от подруги. «Миф и жизнь в кино», ещё одна книга по сценарке, ещё одна книга про мифологические структуры в рассказывании историй. У «Альпины нонфикшн» вообще сейчас выходит очень много чего по сценарке. Я совсем недавно закончила читать «Одиссею писателей», и у меня просто восторг-восторг. «Воглер» выходил у них, «Индик» выходил у них. С первой строчки это, по-моему, тоже одно из подразделений «Альпины» выпускало. Это то, что я читаю сейчас. Так что я не сомневаюсь, что это должно быть круто, и я всё-таки буду надеяться, что это будет настолько круто, насколько я ожидаю. Ещё одна книга, вокруг которой я долго-долго ходила, и потом в итоге набралась наглости и выпросила её у издателей. Это «Безобразный ренессанс». Это книга про... Короче, все знают, что такое ренессанс, эпоха Возрождения, что это один из самых значимых периодов для визуального и вообще для искусства в нашем мире. Это один из самых продуктивных периодов. И эта книга рассказывает не про произведения искусства, которые были созданы в эпоху ренессанса, а про бэкграунд, на которых эти произведения создавались, причём про не самые приятные проявления человеческой сути, которые в ту эпоху существовали. Я, в принципе, очень люблю историю искусства, и со мной очень сложно ходить по музеям, потому что я не прошагиваю залы, а я люблю подходить к картинам, рассматривать их, я люблю считывать картины, я люблю искать детали, в общем, всё вот это вот. И я периодически ищу что-то интересное, именно связанное с историей визуального искусства, так что тут мне было сложновато пройти мимо. Вот такие дела. И последняя книга очень странная. Последняя в смысле нонфикшн. У меня ещё три художественные для вас припасены. В общем, последняя нонфикшн-книга, которую я вам покажу, она очень странная. И что самое странное в ней, на самом деле, исключая её тематики, это то, что эта книга выпущена под Creative Commons, то есть под лицензией, которая позволяет использовать контент, содержащийся в этой вещи, без коммерческих целей, с указанием на источник, как бы, где вы хотите. У неё очень длинное название. Рождение и смерть похоронной индустрии от средневековых погостов до цифрового бессмертия. Сергея Мохова. Я попытаюсь найти... Она сливается с моей стеной. Я очень попытаюсь найти хотя бы какую-то ссылку на то, где она продаётся, потому что, как я поняла, её нет в интернет-магазинах, и мы с подругой брали её в подписных изданиях, мне про неё рассказали, и меня просто привели в магазин, потому что человек очень хотел её себе купить и решил воспользоваться шансом, раз уж она приехала в Питер. И когда я полистала, я поняла, что я тоже хочу. Что это такое? Это книга, которая рассматривает ритуалы смерти, ритуалы погребения и восприятие всех этих моментов в сознании человека разных эпох. От Средневековья, понятное дело, до нашего времени. Книга написана человеком, который изучает археологию смерти. У нас уже с вами была одна книга по археологии смерти, точнее, журнал. У человека, естественно, специфическое чувство юмора и специфические контексты в голове. По тому, что мы успели почитать, это очень здорово, это очень интересно, но тема такая. Не все люди готовы это воспринимать и не все люди готовы читать что-то не сакрализированное на эту тему. В целом, мне пока что нравится и я черпаю отсюда очень много всего интересного, так что я очень советую обратить внимание. Ну и у нас осталось три книжки и розыгрыш, про который я вам расскажу. Я сегодня несколько тороплива, потому что я всю неделю пыталась заставить себя проснуться пораньше и снять видео, и у меня все время не получалось, плюс экзамены и все остальное. Ладно, начну с книги, которая на самом деле моя, но я не могу не похвастаться тем, что теперь в моем экземпляре года крысы есть автограф Ольги Громыка, на встрече с которой я побывала. Она нарисовала корове веночек и расписалась мне в книге. Я была очень счастлива увидеть ее вживую. Она очень классная, она очень светлая, она очень коммуникабельная, в ней нет никакой звездности, она очень открытая. То чувство юмора, которое есть у нее в книгах, оно у нее в принципе есть в жизни. В общем, встреча получилась классная, несмотря на то, что проходила она в доме книги у нас, и там было не протолкнуться. То есть мы с моими друзьями просто стояли где-то за толпой, мы не видели Ольгу, мы только слышали ее, уже потом подходили за автографом, и она рассказывала о себе, о жизни, о творчестве, отвечала на какие-то вопросы, и ты уже просто забивал на то, что ты стоишь на ногах, там уже 40 минут, тебе просто нравилось слушать то, что она рассказывает. Еще одна книга с автографом у меня на полке, и я думаю, что мне нужно будет снять как-нибудь обзор книг с автографами, которые у меня есть. Следующий момент, это тоже книга, которую сейчас уже вряд ли можно найти в магазинах, тоже подарок, это «Побег куманики» Лены Элтенг. Книга, которую я не надеялась купить, причем я очень хотела ее именно в этом издании, это «Анфоровская Фрам» серия. Это серия романов под «Игидой Макса Фрая», очень старое издание, «Побег куманики» выходил еще и в другом. Я люблю Лену Элтенг, я люблю этот роман, и вот он у меня есть именно в том виде, в котором я хотела его получить, поэтому я очень-очень рада. Последняя книга, которую я вам покажу, это «Метка Элис Братвей», которая издана у Робинс. Она очень классная по, как вы видите, тому, как она издана, и я залипла на нее с того момента, как мне прислали «Бюро находок», и вместе с «Бюро находок» буклет, который содержал в себе, по-моему, первую главу этой книги. Это фэнтези, как я понимаю, «Янга Даллт», где мир завязан на татуировках, где есть героиня, где есть тайна, связанная с этой героиней. И как-то так получилось, что меня очаровало оформление, меня очаровало обещание того, что там будет. Плюс ко всему, эта книга была написана в рамках «Нано Райма», то есть она примерно 50 тысяч слов, как и должны быть романы «Нано Райма». Ну и плюс ко всему, я думаю, что если вы следите за моим инстаграмом, вы знаете, что у меня тут в жизни произошли некоторые изменения. Так что я такая книжка про татуировки. «Ммм, надо брать, надо попробовать». Я не знаю, чего ожидать, потому что это все-таки, как я понимаю, «Янга Даллт», и мне он не всегда заходит, но тем не менее читаю я его обычно очень легко и с удовольствием, и отношусь довольно-таки мягко и гладко. И, по-моему, все мои знакомые уже успели прочитать эту книгу, кому-то она понравилась, кому-то нет, тем не менее. В общем, мы с ребятами из Робинс решили, что мы хотим разыграть два экземпляра. Один здесь на Ютубе и один в Инстаграме. Ссылку на пост и на аккаунт Робинсблог я оставлю где-нибудь в описании. Каковы условия конкурса? Во-первых, он будет длиться до 25 января. Я надеюсь, что у меня не стоит никаких экзаменов в этих числах, и я успею нормально подвести итоги. И для того, чтобы выиграть один из экземпляров, вам нужно написать под видео, и, естественно, то же самое будет в Инстаграме под фотографией, комментарий, в котором вы должны рассказать про ваше отношение к татуировкам, если вы, конечно, хотите эту книгу, про ваш опыт, если он был, про ваш ожидаемый опыт, если у вас его не было, но вы планируете. Может быть, про опыт временных татуировок, может быть, вы не делали себе татуировки, но вам нравятся какие-то определенные стили. В общем, что-то в этом духе. И 25 числа я подведу итоги и выберу какой-нибудь самый интересный комментарий здесь и, соответственно, в Инстаграме. Это будет уже не рандомный розыгрыш. Издательство поставило мне ограничение, что победитель должен жить в России, поэтому, пожалуйста, учитывайте, что рассылка будет только в пределах Российской Федерации, и я буду ждать ваши комментарии. Мне на самом деле очень нравится, как начали издавать книги, потому что и метка, и бюро находок это покеты, как вы видите, они в мягкой обложке, но они не те покеты, которые были раньше, когда у тебя книга в мягкой обложке, это ты прочитал ее в поезде и в поезде же оставил. Здесь более хорошая склейка, я не знаю, как эта штука называется. Здесь интересная полиграфия, здесь очень интересное оформление, когда по срезу видно, что там куча узоров, и каждая глава начинается с какого-нибудь узора. То есть это то, что я часто видела у зарубежных книг, но в России это было как-то не развито, потому что у нас мягкая обложка, ну, мягкая обложка, как бы такая вот вещь на один раз, а здесь внезапно мягкая обложка, и в твердой обложке книга не выходит, но даже в мягкой обложке она выглядит очень круто. Собственно, это все, о чем я хотела вам рассказать в этом видео и показать. Видео о покупках будет еще минимум два, если не три, потому что у меня очень много книг, и следующее видео будет про новый рамфант у меня на полках, и всякие такие жанровые штуки. Я надеюсь, что вы нашли для себя что-то новое, или, может быть, я своим рассказом подтолкнула вас к покупке какой-то книги, на которую вы давно заглядывались. Еще раз про розыгрыш, он проводится здесь и в Инстаграме. Естественно, вам еще нужно подписаться на мой аккаунт в Инстаграме и на аккаунт Robins Fantasy. Ссылки вы найдете в описании. До 25 января комментарии про татуировки мне будет интересно почитать, учитывая мой новый опыт, который со мной очень осенью случился. Буду ждать, буду надеяться, что вы обеспечите меня интересными историями. И традиционно, если вы читали какую-то из тех книг, про которые я вам здесь рассказала, вы можете написать ваши впечатления в комментариях. И если вы понимаете, что вы знаете какую-то вещь, которую я не видела, но, возможно, она мне понравится, потому что вы увидели здесь, вы тоже можете мне это посоветовать. Всем большое спасибо за внимание и все.